По традиции очередное аппаратное совещание началось с отчета о проделанной работе за прошлый год. На этот раз рассказало о себе городское управление капитального строительства. За 2016-й было отремонтировано множество школ, больниц, памятников архитектуры, спортивных площадок. Возобновлено строительство школы на маршала Говорова. Не оставили без внимания и обеспечением жильем детей-сирот, хоть повезло и немногим. Согласно городской целевой программе обеспечения жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и лиц из их числа на 2016-2017 годы, приобретены три однокомнатные квартиры для детей-сирот. Что же касается сегодняшней автомобильной пробки у Пересопского моста, где перекрыли часть дороги в связи с ремонтом, то чиновники находят эту ситуацию удовлетворительной, исходя из собственных исследований. Вот только вряд ли кто-либо из жителей города, простоявших в Заторе куда больше обычного, согласятся с таким заявлением. Мы оезжаем из состава на сон и городском обеспечении, что у нас в этом месте был без каких-либо Затор. А с тобой так и перед сторону улицы мы стоим. Анна и делаем суд на обеспечении за субботу на соседние. Продукт принято решение сделать улицу Отдария от другого моста до 2-2-2-1. Затронули чиновники и тему нашумевшей в соцсетях группы «Синий кит», которая подталкивает подростков к самоубийству. Полиция, несмотря на все свои усилия, не справляется с данной проблемой самостоятельно. Чиновники помогают как могут. На информационных стендах всех школ и детских садов города Одессы размещена информация о данном запрете и копии приказа Департамента образования. Что же касается финансовой составляющей, то за неполные три месяца городской бюджет пополнился более чем на 1 миллиард гривен. Среди нововведений – отмена акцизного налога с розничной реализацией топлива в начале года. Как результат, поменялась и схема поступления средств в казну с продажи и ввоза горючего. Будет другой механизм, когда мы, как местные бюджеты, будем получать часть средств от акцизного налога с произведенного в Украине или возимого на таможенную территорию топлива. По городу Одесса такая доля составляет 0,029 и так далее, там 8 цифр. Что приятного, что мы по состоянию на 17 марта уже с счета госказначейства получили в местный бюджет 30 миллионов гривен такого акцизного налога. К сожалению, вопрос о колоннаде на аппаратном совещании таки не был поднят. А ведь состояние памятника ухудшается с каждым днем. Ну что ж, подождем в следующей неделе, посмотрим, о чем будут говорить одесские чиновники помимо очередных отчетов в отсутствии мэра. Субтитры создавал DimaTorzok